Добрый вечер, 20.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Мы продолжаем наши передачи в жанре морализаторства и брюзжания, может быть, даже такого возрастного брюзжания. Если помните, неделю назад мы говорили о летнем дресс-коде россиян, что когда у нас жаркие дни, все ходят очень расслабленно, в шортах, в так называемых сланцах, в каких-то маечках, а то и вообще полуголые по улицам ездят. Вызвало оживленную дискуссию. И сегодня, вы знаете, в каком-то смысле продолжение этого эфира в том, что как россияне одеваются, так же они и работают, расслабленно, не напрягаясь. Была в журнале Forbes недели три тому назад опубликована колонка Андрея Вырковского, преподавателя факультета журналистики МГУ, который у нас сегодня в студии. И вызвала колонка под названием «Почему россияне не хотят работать?». Вызвала совершенно вал комментариев, сотни и сотни они продолжают идти. И мне кажется, эта тема действительно очень такая острая, потому что многие из нас, и я работающий, здесь тоже сидит один из моих коллег, которые преподаванием, собственно, да, двое занимаются преподаванием. И еще один человек, ну давайте уже представлю, это Алексей Захаров, президент компании superjob.ru, и два других наших гостя. Это Андрей Вырковский, преподаватель факультета журналистики МГУ, и Денис Требков, доцентка автора экономической социологии, Высшей школы экономики. Ну так вот, я думаю, мы все так или иначе сталкиваемся с некой новой трудовой этикой, которая у нас пришла в последние 10-15 лет. С некой, я бы сказал, отсутствием мотивации, особенно у молодого поколения. То, что люди не хотят работать на дядю. То, что, так сказать, главное для человека не работа, как говорят, срубить бабла по-быстрому. То есть люди изначально не хотят сильно напрягаться, но хотят получать много денег. Я не знаю, может быть, это такое вот, повторюсь, такое возрастное, морализаторское, вот то ли дело в наше время, а сейчас вот такая молодежь пошла. Давайте это обсудим. Так что у нас вот гости, которых я представил, и я хочу вас спросить. Собственно, вы чувствуете ту проблему, о которой пишет Андрей в своей колонке, о том, что россияне, вот он просто сравнивает, да, Андрей, вот он начинается, сравнивая просто как шустрит бармен в Лондоне, и как, скажем, у нас бармены в среднем российском баре бегают. Да, Денис. Я бы разделил, на самом деле, эту ситуацию на три аспекта. Значит, первый, и они очень разные, мне кажется, их надо обсуждать по отдельности. Первый, почему люди не хотят занимать определенные рабочие места, то есть не идут на определенные специальности, не выбирают определенные профессии. Почему они, грубо говоря, идут работать менеджерами в офис, а не рабочими на стройку. Второе, почему люди трудятся недостаточно интенсивно. То есть почему, и это характерно как для менеджеров, так и для рабочих, почему вместо двух деталей в день он делает одну деталь, или почему вместо двух отчетов он пишет один отчет. И третий аспект, почему люди, собственно, некачественно выполняют свою работу. Почему они допускают брак, почему они допускают ошибки в своей работе. И, на мой взгляд, в том, что касается первых двух аспектов, то Россия и, как бы, русские, россияне совершенно ничем не отличаются от всего остального мира. То есть все хотят работать менеджерами в офисах, сидеть за компьютером, в одном окошке открыт Фейсбук, во втором вроде как твой текущий доклад, в третьем чат открыт какой-то, и так непыльно проходят твои часы. У меня ощущение, что да. На самом деле, вот Андрей в своей заметке сравнивает нас с Великобританией, где-то сравнивает с США. В принципе, в том, что касается США, по первому аспекту, который я упомянул, мне кажется, там то же самое. Все рабочие места, соответственно, неквалифицированы, заняты мигрантами. А коренные американцы, они опять же стремятся работать на хороших должностных партнерах. Денис, ну вот да, вот мы, так сказать, широко забрали, мы одну за другой вот эти проблемы, которые вы обозначили, возьмем. Давайте пока вот на этой теме остановимся. Ну, самое первое, вот то, о чем пишет Андрей. Да, я правильно излагаю вашу мысль, что отсутствие трудовой мотивации, особенно у молодого поколения? Абсолютно. Я бы сказал, что в последнее время, я как преподаватель, который видит много молодых людей, может оценить их мотивацию, я замечаю отсутствие интереса к тяжелой работе даже ради денег. Очень многим становится важнее качество жизни. Именно поэтому многие уезжают, например, на Запад. Вовсе не за деньгами, они зарабатывают больше, чем в Москве. В Москве можно зарабатывать больше и лучше, чем там. А вот им нужно качество жизни. Качество жизни, интересная работа, возможно, легкая работа, возможно, просто креативная работа. Это я начал наблюдать в последние годы. Это не хорошо, не плохо. Это изменения, если хотите. Даже не мотивация, скорее, трудовой этики. Ну, подождите. Качество жизни здесь... Вы в качество жизни включаете все-таки качество работы, качество самореализации? То есть не только едут за легкой, красивой и благополучной жизнью на Запад? Естественно. Качество работы — это составная часть качества жизни в целом. И поэтому для многих интересная работа важнее интересных денег. То есть вы имеете в виду, что в России они не могут получить такого качества самореализации? Абсолютно. Алексей, вы согласны вот с такой вот постановкой проблемы, как написано в том числе в статье Андрея? Ну, не совсем. Со многими посылами на 50%, может быть. Соглашусь, да? То есть если сравнивать бармена в Лондоне или бармена у нас, ну, опять же, разные есть бармены в Лондоне. Ну да, в Москве, я думаю, тоже можно назвать, где люди быстрые, исполнительные. Да, быстрые, исполнительные. То, что у нас люди не хотят трудиться, вот я как бы в целом с этим категорически не согласен, то есть они не более не хотят трудиться, чем американцы, англичане. Не хотят-то, может, все, но у кого получается, у одних получается. Значит, вот, а вопрос мотивации, это, конечно, очень важный вопрос, и с ним надо разбираться, потому что, ну, одно дело, студенты факультета журналистики, знающие там пару языков, ну, или хотя бы один еще, с которым можно куда-то уехать, а другое дело, основная масса населения страны. И здесь, к сожалению, вот в той экономике, которая у нас на сегодняшний день существует, действительно каких-то мотивирующих факторов, вот лучше работать, как бы, или больше работать. Их немного, потому что работает человек очень интенсивно, или он не работает, или работает не очень интенсивно. Результат для абсолютной массы населения примерно один, то есть без перспективности. То есть проблема, да, вот здесь, Алексей, мне кажется, очень важную вещь, говорите, то есть проблемы не в людях, а в институтах. Да, проблема в системе, в системных вещах. Которые не дают, может быть, даже и талантливым работникам самореализовываться, соответственно, демотивировать. И когда у нас говорят, что у нас низкая производительность труда, но надо понимать, что в целом по экономике, опять же, не берем мажорных студентов МГИМО и других хороших вузов, у нас интенсивность труда сверхвысокая относительно наших западных коллег при низкой производительности. Но не интенсивность, Алексей, наверное, а экстенсивность. Нет, интенсивность. Но мы больше часов работаем. Люди работают больше и тяжелее, при этом производя меньше и зарабатывая меньше, чем их западные коллеги. То есть напоминает этот старый российский анекдот, да, там, так сказать, работа ладилась, звучали топоры, пилы, выходило фигово. Да. Так вот, это зависит не столько от человека, даже от человека очень часто, скажем, на производстве каком-то. Это совершенно не зависит. Это зависит от менеджмента, от организации производства, от того оборудования 54-го или 34-го года издания, на котором до сих пор приходится делать самолеты. И это факт как-то. И поэтому говорить о том, что вот не хотят там наши токаря или фрезеровщики работать, то есть давайте не только о студентах говорить. Ну да. Ну, я бы не стал. Я вижу, вот через нас проходит огромное количество людей, там, на Суперджопру в день под 700 человек, 700 тысяч человек бывает, которые хотят вот здесь и сейчас искать новую работу, менять что-то одно на другое. Это не только менеджеры в офисах. Это вот весь спектр экономики, который есть. И, конечно, меняется психология молодежи, безусловно. Но каждое поколение, говорит, сейчас молодежь не та, она вот другая. Поэтому говорить, что она плохая, я бы не стал, она другая. Нет, она адекватна времени и институтам. Я не скажу, что они лучше или хуже, но просто... Ну, они сейчас другие, поэтому, значит, вот мотивация другая часто. Ее нет. Да, я вас понял, Алексей. Вот действительно, мне кажется, это один из лейтмотивов нашей передачи. То, что проблема-то может быть не в качестве человеческого материала, а в возможности этому человеческому материалу себя реализовать. И давайте уже спросим наших слушателей, как вы считаете вот наши вот эти вот ломентации по поводу качества молодежи, о том, что хочет или не хочет новое поколение россиян работать. Позвоните нам и скажите, что вы думаете? 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Хочет ли новое поколение россиян работать? Или важны только деньги, по-быстрому срубить денег и при этом минимально вспотеть, минимально напрячься? Там что-то, не знаю, мне кажется, что вот эта вот новая идеология, идеология потребительства, которая последние 20 лет утверждается у нас, она в том числе подразумевает, что вот, так сказать, как это ударение ставит, побалуйте себя, да, не побалуйте, а побалуйте. Но она не только у нас утверждается, это идеология. Нет, я сейчас не про Россию говорю, я говорю, что с пришествием рынка ушла и некая такая советская трудовая этика, когда, вот, я не знаю, как в фенофильме «Коммунист» Евгений Урбанский слезал с паровоза и начинал рубить дрова. Вот, и вот эта трудовая этика пропала, и пришла рыночная этика, а рынок нам говорит, не надо напрягаться, вот как не надо напрягаться, читая глянцевый журнал, так же и не надо напрягаться на работе. Сергей, здесь есть еще несколько измерений проблемы. Во-первых, в России, ну, кроме того, что меняется поколение, меняется, собственно говоря, трудовая этика, меняется мотивация, есть, как минимум, еще два измерения. Измерение номер два. В России гигантский, гигантский государственный сектор представлен в том или ином виде, в любой индустрии, в любой отрасли. Не мне вам рассказывать, что на любом государственном предприятии эффективность работы будет ниже просто за счет того, что очень легко и очень приятно прячутся все концы в воду. Бумага стерпит все, на любое действие можно ответить, не знаю, там, написанием какой-то бумаги. Это, как бы, первое еще одно измерение проблемы. Вот как раз это институциональная проблема-то. И проблема номер два. В России очень много работы. Работа лежит на каждом углу. Да, она может быть невысокооплачиваема, да, она не столь перспективна, но ее очень много. Понимаете, огромное количество рабочих мест, не очень высокоплачиваемых. Вы не умрете, работа на этой работе, простите за тавтологию, но каких-то перспектив, может быть, дальнейших, она вам и не даст. А зачем тогда напрягаться, если вы в любой момент можете найти то, чем прокормиться? Другую работу, да, и зачем напрягаться? Вот это вот, да, как раз проблема... Ну, это не парадокс никакой, на самом деле. Это естественное стремление человека жить лучше. Нет-нет-нет, абсолютно, просто смотрите. Вы не сделаете очень большую, стремительную карьеру, возможно, вы чего-то нового не откроете, вы не достигнете, не знаю, там, трудовых чудес, но вы можете приспокойнейшим образом менять рабочие места, не особо, простите, запариваясь насчет того, что будет завтра. Поверьте, 95% молодых россиян, сейчас, может, и не молодых, и даже среднего возраста, могут вообще не беспокоиться про то, что будет завтра. Они всегда найдут возможность прокормить свои семьи. Это гигантский демотивирующий фактор. Сравнись с ситуацией в Китае либо в любой стране, где действительно идет борьба за рабочие места, у нас ее нет вообще. Андрей, Андрей, абсолютно с вами соглашусь. И, знаете, вот сравниваю, опять-таки, вот как вы пишете об Армении в Лондоне, вот на низовом уровне, как они сейчас называются, продавцы у нас, консультанты, в больших сетевых магазинах. Ну, там, я не знаю, сходу, я не хочу на кого-то там говорить, но большие спортивные магазины, большие аптечные сети. Вот я прихожу в эти самые сети где-нибудь на Западе, да, и сколько, насколько более активен вот этот вот продавец. Я сейчас говорю не о каких-то там бутиках, да, там элитных, где у них там проценты от продаж, а просто вот в обычный супер и большой спортивный магазин зайдите. Да им все равно. Они стоят кучками в углу, они смотрят или большой там магазин техники, они смотрят свои айфоны, что-то там обсуждают, если сильно позовешь, подойдут. То есть не качество консультации. Потому что, значит, сегодня он работает в спортмастере, завтра он пошел, там, не знаю, в 36,6 в аптеку, послезавтра он еще куда-то пошел. Да, но это снова мы возвращаемся к тому, что у нас очень низкий системно уровень конкуренции. Потому что если бы работодатели вынуждены были конкурировать реально между собой, вот на том уровне конкуренции, который идет в Штатах, быстро балласт сбросили и забегали в два раза быстрее. Да, проблема, проблема, согласен. Потому что, скажем, если взять, например, рынок общественного питания, то, что вот бармена, да, я как-то тут вот заметил, что все лучшие венские кафе, парижские рестораны и рестораны из итальянской кухни, они все находятся в Москве. То есть в Риме и в Париже поищите вот так, как вкусно можно покушать в Москве. При этом... Да, за какие цены? За какие деньги? Вот венских кафе, не называя брендов в Москве, больше, чем в Вене, и качество их на порядок часто выше. Там бренды есть, там столетняя история, здесь ничего нет, но они все забиты. И если в будний день в приличное заведение у нас попытаться зайти вечером, то великий риск не попасть в любой ценовой категории. И те, кто работают, в общем, хорошо, они конкуренции не чувствуют вообще. То есть вот открыли бар, и если там бармен забегал, все, там никаких... Нет, ну у нас просто не насыщен рынок, но здесь, да, по-моему, все-таки резко не согласится по качеству, но ладно. Здесь все, опять же, взаимосвязано получается, да, поскольку государство во многих сферах присутствует, поскольку конкурировать сложно, выход на рынок, там, для малого бизнеса, ну, вообще нереальная тема, там, средний бизнес не развивается. Госсектор на себя оттягивает огромное количество ресурсов, где они деградируют. Вот госслужба там на себя оттягивает огромное количество ресурсов, где они деградируют. И вот в результате мы и имеем то, что имеем. Потому что когда молодой человек идет мимо бизнес-центра класса А, он видит, скажем, пару представительских машин на стоянке, а дальше, ну, там, иномарки, но попроще как бы. А когда он идет мимо Министерства финансов у нас, он самую дешевую машину на стоянке видит, там, 500-й Мерседес. И он там думает, где я быстрее заработаю на 500-й Мерседес? Это да, это мы еще поговорим, какую работу ищут, и как, собственно, ищут. Как раз вы нам об этом расскажете, какую большую службу ищут. Давайте послушаем, что говорят наши слушатели. Возьмем несколько звонков. Павел на линии. Алло? Да, Павел, добрый вечер. Добрый вечер всем. Я хотел рассказать, что я в последнее время работаю в секторе производства, руководитель компании, и приходится много набирать людей вот на производственные должности. И приходят молодые люди. И проблема заключается в том, что люди, во-первых, не умеют работать, они хотят работать, но они не умеют работать. То есть сейчас рабочие должности, рабочие специальности, они... Вы имеете в виду именно на производстве, да? Да, именно производственные, да, должности и специальности. Люди не знают, как работать. И приходится их обучать. И проблема еще в чем? Люди, которые приходят работать на маленьких производствах, и приходя на более крупные, они думают, что то, как они работали на маленьком, думают, что можно это работать так на большом. И это не совсем верно. Мне так получилось, что я застал еще в Советский Союз, и я ходил в восьмом классе на практику на завод. И я был, по сути, поражен, и поражен тем, вот, культурой производства, организацией производства, подходом к производству. Там это вот такая советская система хорошо выстраивала. Сейчас этого вообще нет. То есть люди не знают, как работать. То есть помимо того, как надо уметь станком работать, люди не знают, как организовать свое рабочее пространство. А качество продукции, оно именно состоит в том числе из того, как человек организовывает свое рабочее пространство. Понятно. Понятно, Павел. Спасибо. Очень интересный взгляд тоже на качество новой рабочей силы. То есть мы сейчас говорим и о мотивации, и о качестве рабочей силы. 65 10 99 6. Позвоните нам и скажите, как вы считаете, хочет ли новое поколение россиян работать? Мы пока уйдем на перерыв. Снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведева. Говорим о том, хотят ли россияне работать или хотят жить, не напрягаясь. 65 10 99 6. Позвоните нам и скажите, хочет ли новое поколение россиян работать? Есть ли у людей мотивация к труду? Александр на линии. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Александр, мне 26 лет, и я работаю программистом. Не знаю, подхожу ли я под категорию рассматривания молодежи, которая хочет работать. Да, конечно. Вот расскажите. Да. Сейчас я задумался о вопросах заведения семьи, и я должен сказать, что мотивация работать, она как раз появляется. Я, наверное, работаю курсом со второго, но с такой целью работать для себя, чтобы были деньги на все, что мне хочется, и я получаю деньги, и, в принципе, немаленькие по сектору. А вы довольны своей работой помимо денег? Вот как она дает вам чувство удовлетворения? Это самореализация для вас? Да, дает. Но я должен сказать, что не в полном объеме. Мне в последнее время хочется работать с более реальным сектором, но все-таки специальность обязывает работать с более эфемерными данными. Однако я сейчас задумываюсь о том, чтобы переходить на работу с микроконтроллерами, ну, то есть робототехниками. Говоря сейчас как бы обозревая поколение, вы считаете, что мотивация существует, по крайней мере, тех, кто вас окружает? Что люди готовы работать за работу, за интерес, за создание какого-то нового блага? Я должен сказать, что люди готовы работать за свою семью, и за свои цели. А вот так, чтобы люди были удовлетворены работой и хотели именно работать на ней, чтобы делать что-то, встречается редко. Понятно. В основном у людей, естественно, научных специальностей, вот географы, геологи, вот эти люди меня до сих пор радуют. Понятно. В нашей среде айтишников тяжко с этим. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр. Кстати, тут очень интересная вещь, сказал молодой человек, мы на Суперджоп как-то проводили исследования среди молодежи по мотивации к труду и по желанию получать деньги или что-то там делать новое. И вот выяснилось, что девушки в любом возрасте всегда предпочитают иметь синицу в руках. То есть вот какое-то завтра, вот что-то там, будущие перспективы, ну я в целом говорю, понятно, что есть отклонения в ту или другую сторону. Значит, вот это не очень интересно. Дайте мне сейчас вот ту зарплату, которую я заслуживаю, и про перспективы мне не рассказывайте. Молодые люди, пока у них нет семьи, очень часто готовы работать, ну условно бесплатно, вот чтобы хватало там на мороженое, на что-то, да, и при этом верить в завтрашние перспективы, в то, что вот компания разовьется, в то, что там что-то случится, в то, что он станет генеральным директором, еще что-то. Но как только появляется семья и самое главное дети, мотивация молодого человека тут же меняется. Очень интересно. Ему уже все там, вот журавль в небе, это конечно замечательно, но извините, хватит меня кормить журавльами, да? Как нас звонившие сейчас. А вот у нас как раз девушка на линии, Елена. Елена, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Знаете, я, может быть, уже не совсем девушка, а уже скорее тетка, вот, но... По голосу не скажешь, да, она, да. Спасибо. Выскажу свое суждение на этот счет. Мне 44, у меня достаточно взрослая дочь. Так вот, до недавнего времени, во-первых, вот я про ее опыт скажу, она говорила о том, что она не очень хочет работать, а скорее хочет сразу бизнес организовать. Вот так вот все непросто. Вот. Мне кажется, сегодня молодежь разделилась на два таких некоторых лагеря, причем один лагерь в меньшинстве, мне кажется, в существенном. Тот, который действительно такие, как бы, карьеристы здравые, которые готовы действительно чего-то добиваться в жизни. Мне вот, мне очень, как бы, приятно слушать, в частности, по-моему, по вашему радио, опыт молодых людей, которые добились чего-то в бизнесе, вот, буквально-таки, как это называется, с утра передача бывает. Вот. И на тех, большинство тех молодых людей, которым, в общем, все равно. Я по специальности бухгалтер, и очень часто мне приходится бывать в налоговых, во всяких вот таких, вот такого рода инстанциях, где они бесконечно курят, а причем это все мальчики и девочки, лет 20, 25, ну, максимум 30. Они практически ничем не заняты, и у них бесконечное, как бы, вот, мне кажется, отбывание на работе, не более того. Они даже не вникают вообще в суть происходящего, они не пытаются разобраться в проблеме. И мне кажется, это отсутствие профессионализма, то, о чем вы говорили. И, знаете, они знают, что они могут сегодня поменять работу на какую-то другую. Они бегают с работы на работу, и, в общем, не цепляются, как бы, и не ищут смысла вообще, и не пытаются как-то вот к месту как-то прирасти. И, в общем, прикорбно, на мой взгляд. Спасибо. Вот как раз то, что Елена говорит, и то, что Алексей Захаров нам говорит. А вообще, какой процент людей оттягивает госслужба? Потому что вот я не раз даже в этой передаче делился так, говоришь, с молодыми людьми, да, юноши, обдумающим житье. Такие там, вот, поступающие в университет или заканчивающие. Ну что, какие перспективы? Да я, говорят, хочу это чиновникам пойти, я хочу это на госслужбу идти. И вот так вспомнишь, в наше-то время, чтобы кто-нибудь там, я не знаю, когда я учился, сказал, пойду на госслужбу, человека вообще просто сумасшедшего держали. Ну, здесь есть точные цифры, сколько у нас государственных чиновников. Опять же, буквально на днях на Суперджопе было исследование, там, больше 50% населения страны хотело бы работать чиновниками. При этом... 50%? Больше 50%. Я сейчас точно цифры не помню, можно посмотреть. При этом, вот, если мы, опять же, возьмем, например, размещение объявления о вакансии... Что их двигает, вот эти 50%? Значит, если крупнейший бренд, какой-нибудь всемирно известный, вот, суперпривлекательный работодатель, разместит вакансию программиста на интересный проект с зарплатой X, и в то же самое время какая-нибудь такая полуизвестная или совсем неизвестная госорганизация разместит вакансию с такими же требованиями, но на зарплату X, деленная на 3, от программистов в госслужбу придет в режиме в 10 раз больше, чем на вакансию в крупнейший мировой бренд самый привлекательный работодатель. Ну, почему? Я не верю, честно говоря. Почему, Алексей, Алексей? А мотивация какая? А мотивация, значит, при этом, что самое интересное, Россия... Безопасность? По одной простой причине, что чиновник законодательно в любой стране защищен лучше, чем работник коммерческого сектора. Возьмем Россию, возьмем Соединенные Штаты, возьмем Францию, везде мы увидим примерно то же самое. Значит, работать можно там с 9 до 6, и при этом не сильно за что-то отвечать. При этом чиновники всегда и во всех странах имеют дополнительные социальные блага, которые немонетизируемые, но с ростом статуса чиновника их все больше и больше, и на определенном уровне немонетизируемые вот эти социальные блага, они начинают там в порядке превышать зарплату, если возьмем, например, Ну, и рентные блага. Нет, мы сейчас не берем там коррупцию, еще что-то, да, мы берем просто... Слушайте, ну, все-таки я понимаю, что это во всем мире на 50%, и меня потрясли, но ведь даже в крупных государствах, как Франция или Германия, это же не будут такие цифры. Это будут точно такие же цифры, если еще не выше. То есть госслужба везде, в любой стране есть все эти данные. Ну, я думаю, но не в Голландии, не в Швейцарии. В Голландии, в Швейцарии, везде. Госслужба это самое популярное. Не, ну, самое, но не 50%. Это... Нет, ну, типа... В Америке, чтобы 50%. Ну, просто на всех не хватает госслужбы. Еще раз, на всех госслужбы не хватает. Но, еще раз, абсолютная масса вот того, что называется обывателей, да, обычные люди, которые... А что такое госслужба? Это школы, это муниципальные больницы, что такое? Нет, госслужба это вот работа чиновника муниципального, федерального. Это вот служба, вот то, что авиры бывшие. Вот это госслужба. Нет, это и школы, наверное. Ну, да, вот в Германии, скажем, это действительно пожизненная работа, там у тебя амты называется. Можно разделять бюджетные учреждения и государственную службу. Ну, вот с бюджетными учреждениями, со школами, больницами, все по-разному. Но даже в школы, больницы везде будет самый высокий конкурс при низких зарплатах. Потому что в некоторых регионах муниципальные или там школы, больницы вообще единственный системный работодатель, который есть. И если там санитарки платят 4 тысячи рублей, а такое есть сейчас в стране, то коммерческий сектор платит 2 или 3. Господа, мы когда говорим только о Москве, мы забываем, что у нас огромная страна с дичайшими диспропорциями на рынке труда. Денис? Нет, я просто подобных исследований не видел в последнее время, но цифры, которые к себе приводят, меня совершенно не убеждают. Мне кажется, это... Ну, они есть, подтвержденные статистикой. Я вам завтра просто вышлю все. На самом деле, мне кажется, что молодежь, она выросла в эпоху совершенно другую, как их родители. Они выросли в эпоху так называемого постиндустриального информационного общества. Они видят возможности, которые предоставляет им современный мир. Они учат английский язык. Они, соответственно, проблема, о которой я видел несколько публикаций уже научных, это социальная зависть. Потому что у многих людей они сидят в социальных сетях, у них есть там друзья, одноклассники, они видят, что некоторые их друзья и одноклассники демонстрируют гораздо более высокий уровень жизни, чем они сами. и у них возникает чувство напряжения, депривации и так далее. И чем российское общество может отличаться от западного, как мне кажется, что на Западе, в Америке той же, люди бы это воспринимали как возможность добиваться того же самого. То есть они это воспринимали бы как вызов. А у нас многие это воспринимают как нечто такое вот, как такое вот, снижающие их мотивацию, наоборот. Потому что это объективно, у генерала тоже есть дети. Ну да, да, как бы все схвачено за все заплачено. И поэтому люди не стремятся как бы работать, потому что они понимают, что они все равно как бы не выйдут на этот уровень. Так что это, смотрите, Денис, мне кажется, здесь даже надо говорить не о том, что в подиндустриальную эпоху, а в специфическом российском изводе постиндустриальной эпохи, когда настолько высоки нормы коррупции, когда дипломы и должности покупаются. Вот я даже у меня просто у моей доброй старой знакомой и сын рос на глазах, чудесный мальчишка, хорошая московская школа, хороший институт. И вот мы с ним встречаемся, он заканчивает институт и говорит, Леша, ну куда ты, вот какие твои дальнейшие вообще планы жизненные? Говорю, знаешь, мне все равно, вот мне нужно сейчас как бы денег побольше срубить, потому что вот там ребята, с которыми я учился, вот этот уже на машине ездит, у этого телефон такой, этот уже квартиру себе покупает. Я говорю, Леша, ну вот как же вот, я в твоем возрасте, я хотел какую-то интересную работу, что-то там сделать, там куда-то продвинуться, говорит, Сереж, дядя Сережа говорит, это все потом, вот сейчас мне нужно по первой просто подняться по деньгам, стать независимым, уйти от мамы, там купить первую машину и нам с девушкой, чтобы хотя бы снимать квартиру вдвоем, вот, деньги, а потом уже я буду думать о каких-то интересах. 65, 10, 99 и 6. Хотят ли молодые россияне работать? Валентин на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы сказать немного про другой аспект, не коленческий, потому что мне кажется, что он в большой мере индивидуальный, а про сравнение нас и иностранных работников. Да. И я, и моя жена работаем в международных компаниях и непосредственно общаемся в процессе труда с нашими коллегами из других стран. Например, моя жена очень много общается с австрийскими коллегами, а я с израильскими. И те, и те иностранцы выражены нашими объемами и нашей эффективностью. Вот. Поэтому и условиями, в которых мы работаем, то есть, например, временем, рабочим временем, которое намного больше, чем у них. И мне кажется, что здесь мы нисколько не проигрываем, а во многом даже нам лучше, чем они. Но с другой стороны, Валентин, есть же цифры совершенно печальнейшие. Вот недавно вышел доклад Всемирного банка наша производительность труда 30% от американской. В сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении 15% наша производительность труда от американской. Нет, возможно, я согласен, что средние цифры отличаются, но если брать конкретный пример, конкретно компании... Ну да, ваш пример, да. Понятно. Хорошо, спасибо. 65, 10, 99, 6. Виталий. Алло, здрасте. Добрый вечер. Вы знаете, вот на самом деле госслужба это очень полезный труд. Надо организовывать жизнь в стране. Просто идет сверху вот это вот неумение работать. Сверху как бы рыба сгнила. Абсолютно точно. Куда не пойдешь в самых высших инстанциях люди занимаются так сказать манипулированием, зарабатыванием денег и управлением-то никто не занимается. Понимаете? Никто. Поэтому такие чиновники сидят. Но на самом деле это полезный труд. А второе, знаете, мне кажется, рынок и эта конкуренция это все блеф. Вот все же наемные работники фактически. Кроме верхнего олигарха все наемные. Вопрос контроля вот и все. Все наемные. Вот на рынке проблема была. Понимаешь, рынки все криминальные. Если бы на зарплате был директор рынка, так ничего не было. Никакого криминала не было. Он был на зарплате, только контролируя его. Ну понятно, Виталий. Да, здесь опять-таки мы возвращаемся к тому же системе институтов. Но вот я не соглашусь с Виталием, что, так сказать, проблема в том, что начальники не такие. Это улица с двусторонним движением. Про молодежи, про то, что она ничего не хочет. Вот то, что мы видим, не то, что молодежь ничего не хочет, а она не знает, чего она хочет. Потому что, к сожалению, у нас абсолютно на сегодняшний день отсутствует система профориентации как в школе, так и в вузах. И молодой человек, покидая либо школу, либо стены даже очень хорошего вуза, он не может четко сказать, где он может применить себя по своей специальности, которую он получил в вузик. И это есть достаточно большая проблема. В специальности вообще, по-моему, сейчас единицы работают. Ну, не единицы, но 60% работают не по специальности. При этом из этих 60%, 30% работают не по специальности, потому что они вообще никакой специальности в вузе, если мы говорим о выпускниках вуза, не получили. Они просто пять лет весело проводили время в каком-нибудь второсортном, третисортном вузе, получили диплом условно юристы или условно экономисты при этом не получили вообще никакого образования. Конечно, они не могут работать по специальности, потому что никакой специальности у них нет. А еще 30% это люди, которые хотели бы работать по специальности, но у них нет ни малейшего представления ни о рынке труда, ни о том, как искать работу, ни о том, где они могут себя применить, кто их потенциальный работодатель, сколько могут платить за их специальность. И этим, в общем, нужно системно заниматься еще со школы. Мы для студентов вузов на Суперджоп сделали подобный сервис, и он сейчас помогает людям, но в целом глобально по экономике, конечно, вот это вот основная, на мой взгляд, проблема, то, что молодежь, даже и хотя что-то, она вот не знает, что хочет. А бывает, что и не хочет. Вы знаете, удивительную вещь совершенно, сейчас секунду, Андрей, удивительную вещь обнаружил с этого года в своей статистике Минобор, Министерство образования, статистика по трудоустройству выпускников, впервые ввел графу, то есть, так сказать, не могут по специальности, по специальности, но есть графа, они хотят работать вот с этого года, который регулярно заполняется. Да, Андрей. У меня просто два замечания к тому, что сказал Алексей, абсолютно согласен, но здесь есть еще одно но, поскольку, опять-таки, по долгу службы я общаюсь с сотнями, а то есть ты и тысячами, ну, скажем так, молодых людей, я стал замечать одну интересную особенность, которая стала проявляться буквально в последние годы. И это уже поколенческая штука. С каждым годом становится все больше людей, которые вообще озабочены этой проблемой поиска работы. А если мы, ну, мы, я не знаю, на предыдущее поколение в свое время горели желанием побыстрее начать работать, побыстрее начать действовать, потому как время было очень непростое, конец 80-х, 90-х, мы были напуганы, нам хотелось есть, банально. Ну да. Это дети сытого путинского времени, и они, относительно сытого путинского времени, и они понимают, у них нет вот этой врожденной боязни. Да и слава богу. Вот. И это очень хорошо, но с точки зрения мотивации, когда человек не готов грызаться, это другой вопрос. Мотивация изменилась. Они требуют уже, действительно, качество жизни, качество работы, даже не денег, даже не карьеры, а качество работы. Абсолютно другая штука. Я же сказал это. Я абсолютно согласен. 65, 10, 99, 6. Хочет ли новое поколение россиян работать? Давайте возьмем еще один звонок, прежде чем уйдем на перерыв. Сергей. Да, здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Сергей, мне 37 лет, занимаюсь частным торговым бизнесом. Хотел также добавить свой комментарий к предыдущему дозвонившемуся по поводу нашего нового поколения. На мой взгляд, я считаю, что оно другое. Вот это поколение Y не хочет брать на себя ответственность. Это более инфантильное поколение, скорее всего. Да, вы развивали тему, что оно выросло немножко в другой среде, в среде активного интернет-сообщества, социальных сетей. Но я вот вижу, что такие понятия, как активность или проактивность, сделать больше, чем от тебя требуют, они вообще мало свойственны новым, молодым людям в возрасте 23-25 лет. Я сейчас вижу, что не хотят брать на себя ответственность, и поэтому считаю, что, наверное, и не так хотят, наверное, работать, как мы, которые формировались в конце 90-х годов. Причину вижу, то, что нет мотивации на труд. Родители этого поколения, они, в общем-то, получали должности. Они не создавали бизнес, а уже управляли созданным бизнесом. И вот вижу, такую причину, нет мотивации на труд. И, в общем-то, социум сейчас, он не мотивирует на ответственность новое поколение. Да, соглашусь с вами, Сергей. Вот у меня примерно такие же ощущения, что вот хорошо, да, бог с вами, я буду работать, ну вот вы мне платите типа там 40 или 50 тысяч, я и буду работать по московским меркам. Подождите, а давайте, в нашем поколении не так? Вы знаете, ну, если мне кажется, не так, Алексей. Это началось вот с 60-х годов, и, собственно, тогда пошли все... То есть, мне кажется... В моем поколении не так. Ну как, ну, понимаете, вот когда мы в начале 90-х вышли и вышли на трудовые рынки. Вот мы здесь сидим, состоявшиеся люди, получающие удовольствие от своей работы, каждый в своем деле чего-то добившегося. Так же, как вот коллега, который нам звонил, он тоже, значит, берет на себя ответственность, и поскольку он на себя ответственности берет больше, он добился намного больше, чем его одноклассники, которые такой ответственности на себя не брали. И это абсолютно, в общем, мне кажется, одинаково будет во всех поколениях. Согласен, абсолютно согласен. Потому что природа человеческая, психология, вот как в Библии было написано что-то, с тех пор ничего не поменялось. Если мы читаем там Данте, в общем, мы понимаем, что психология человека с тех пор, ну, вот, нисколько не изменилась. Алексей, изменились несколько внешних условий. Условия, да. Условия, да. Да, изменились институты, возможности для самореализации. Если ты готов брать на себя ответственность, то ты за это общество тебя вознаградил. А вознаградит ли оно человека сегодня? В этом поколении, ну, не было людей, которые брали на себя ответственность, там, в 12, 13, в 14 лет за создание бизнесов, каких-то, пусть небольших, и добивались в этом успеха. Сейчас таких примеров масса, в том числе и в России, как бы, в том числе и вот в новых технологиях, в интернет, как бы, там какой бизнес был? Да никакого. Ныне поколение только в лучшую сторону может отличаться от нашего. Поэтому, мне кажется, что вот обобщать здесь не очень верно. Ну, давайте еще раз послушаем наши звонки. 65, 10, 99 и 6. Хочет ли новое поколение россиян работать? Альберт. Добрый день. Добрый день. Ну, на самом деле, на тему нового поколения тоже вам не могу немножко вступиться за них, потому что, как бы, мне самому 27, у меня, моему племяннику, сейчас 16. Вы можете, как несовершеннолетний, да, но при этом ему, чтобы устроиться на работу, это целая эпопея получается. Даже вот, допустим, он сейчас пришел себе работу, работу мечендайзером, точнее, не мечендайзером, промоутером, прошу прощения. Вот. В итоге получилось так, что, да, кто стремился, попытался заработать денег, у него это получилось, начальник сделал проще. Его подставил и в итоге уволили. И про старое поколение, даже, которое старше меня, у меня сестра 37 лет, которое сидит дома, по большому счету, да, и говорит, что я не могу устроиться на работу, нет работы. Ну да, женщина 37 лет, это уже в нашей, да, это сложно, Алексей? Нет, это совершенно не сложно. Это поколение привыкло к патернализму, привыкло, что есть государства, которые всегда о них позаботятся, и которые надеются, надеются на то, что им помогут, власть поможет, Путин поможет. Вот это вот я пытаюсь понять, вот это вот осталось, ведь мы же давайте сейчас поговорим не только о Москве, поговорим о провинции, потому что я вижу, что вот эта вот чудовищная совершенно деградация, которая происходит там в малых и средних городах, но люди же продолжают там сидеть, и они живут на какие-то совершенно смехотворные пособия, на пенсии, там, на пенсию своей старушки-матери, и так далее, и совершенное отсутствие мобильности, что вот я не знаю, Сергей, говорят об итальянском синдроме, масса вот этих 30-40-летних людей, которые живут на какие-то крохотные пособия, и при этом не собираются работать. Они, понимаете, ведь вопрос какой, вот он там получает пособие 3000 рублей, и что, он переедет в Москву на зарплату гастарбайтера? Ну, охранником пойдет на 17 тысяч. У нас рынок, вот если мы говорим о неквалифицированном труде, у нас рынок неквалифицированного труда полностью убит нелегальной трудовой миграцией, с разных сторон, где-то со стороны Китая, где-то со стороны Вьетнама. А русские пойдут работать на вот эти вот... А вот снова, вот если не будет вот тех, кто сейчас занимает эти рабочие места, зарплаты автоматически поползут вверх, потому что надо работать, надо строить, надо убирать улицы. Я вот здесь абсолютно присоединяюсь к этому. И никто не сказал, что дворник должен получать меньше, чем клерк в банке, тем более, что там, если возьмем в Москву, и на ЖКХ, на изменение столько выделяется, что дворники все на Мерседесах могут ездить, если воровать поменьше, хотя бы в половину. Вот. Поэтому это все вот... Есть мифология такая. Не, ну есть мифы, но с другой стороны, вы знаете, я даже смотрю на качество работы. Вот я не уверен, что я хочу наших там таджикских дворников или молдавских рабочих, которые там делают ремонт, чтобы их заменили русские. За те же деньги... Я доволен качеством работы. за те же деньги, конечно, русский будет работать хуже, потому что никаких перспектив купить квартиру, выучить детей на эти деньги нету как-то. Это просто недостойная человека зарплата. При этом, ну, поезжаем в Швейцарию, вот я там был в мае, нормально, швейцарцы работают почему-то дворниками. Никакие там не гастарбайтеры, никакие там не из восточной Европы, швейцарцы работают дворниками. И это, в общем, самая богатая европейская страна. И зарплате дворника может позавидовать наш топ-менеджер. Ничего страшного в этом нет. Это замечательно. При этом там социальное спокойствие, люди спокойно по ночам гуляют по улицам, при том, что страна очень разная. Есть итальянская часть, там, извините, бармены тоже сильно не напрягаются. Все хорошо, не торопимся. Есть немецкая часть, там совершенно другая культура и по-другому люди работают. Но в целом, вот есть примеры. Алексей, одно небольшое дополнение. Если бы в России ситуация с работой для местного населения, скажем так, была сопоставима ситуация работы в Узбекистане либо Таджикистане, поверьте, россияне составили бы конкуренцию всем гастарбайтерам. Но, к сожалению... Ведь мы что хотим, чтобы у нас Таджикистан здесь образовался на территории России? Алексей, нет, 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 категорически нет. Я просто... Нет, я сейчас про Таджикистан даже не в этническом смысле. 6 тысяч зарплаты в Анадыре лучше для россиянина, чем 25 тысяч дворников в Москве. Я заключу так вот. Вот чем вся история. Да, потому что это равноценные деньги, но там есть крыша над головой, там есть огород с картошкой, никакого смысла переезжать с 6 тысяч в Анадыре или в Астрахани на 25 тысяч в Москву, нет, но, скажем, вот один мой знакомый бизнесмен, я уже приводил этот пример, он занимается вопросами озеленения, ландшафты, строительство какое-то, и он произнес эту фразу, а я вот сейчас с чувашами работаю, раньше с узбеками работал, а сейчас с чувашами. Они работают лучше и берут меньше. На мой взгляд, это за гранью добра и зла, что называется. Не по отношению к этому бизнесмену, который мало платит чувашам, он в рынке живет, а по отношению к той системе, которая создана. И мне кажется, что вот здесь уже мы на грани катастрофы, не этнической, я сейчас, я уважаю у каждого узбека, таджика, китайца, который приехал сюда работать. Мы, сейчас нам нужно уйти на перерыв, перед этим напомню, наш телефон студийный 65 10 99 6. Хотят ли россияне работать? Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о том, хотят ли россияне работать. Хотят ли россияне работать или наоборот жить без напряга. В гостях у нас преподаватель факультета журналистики МГУ Андрей Варковский, доцент кафедры экономической социологии Высшей школы экономики Денис Стрибков и президент компании суперджоп.ру Алексей Захаров. Алексей на линии. Алло. Да, да. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И большое спасибо за эту передачу и вашим гостям за интересную вещь. Я коротенечко хочу сказать просто об одной маленькой темке, которую вы затронули здесь. Почему молодежь стремится на госслужбу? Сам я ныне пенсионер, но бывший государственный служащий с 25-летним стажем. Начинал еще в начале 80-х годов три высших образования, в том числе и Российской Академии Госслужбы. И скажу вам так, молодежь не вполне представляет себе изнутри эту систему. Государственное управление, это как любая профессия, требует обучения. И в том числе и ответственности за принятие решения. И на сегодняшний день вот то, что я смотрел последние годы служа молодежи работала, это страшная боязнь ответственности. И не менее опыта. А боязнь ответственности из-за отсутствия вот этого опыта, когда они прощупали ту отрасль, в которой они являются управленцами. На моем счету десятка-полтора постановлений правительства Российской Федерации. Поэтому я знаю, что это настолько тяжелый напряженный труд. А здесь очень простая вещь. Пишите по трафарету, как вот написано там, какая-то бумага когда-то, раньше кем-то и так далее. А если ситуация становится нестандартной, то, извините меня, полный крах. Отличное владение компьютером, но отсутствие кнопки в клавиатуре «Думай за меня» превращает все в простых копировщиков. Начальство среднего уровня. То же самое. Боязнь ответственности. Что такое 27-летний начальник департамента? Без опыта, без всего. Чтобы вырастить хорошего чиновника, нужно лет 5. Чтобы вырастить классного специалиста, лет 7. Этого срока никого, молодежи нет, особенно вот в этих самых наших передрягах государственным управлением, изменение структур управленческих, создание этих ведомств, разложение других и так далее, и так далее, не учитывая специфики, так сказать, функции и государственного управления, и принятия управленческих ответственности. Понятно. Хорошо, Алексей, спасибо. Спасибо за сведения из области госслужбы. 65, 10, 99, 6. Хотят ли россияне работать? Артем на линии. Да, добрый день. Здравствуйте. К сожалению, не сначала слушаю вашу передачу, но, например, вот послушав нескольких звонящих, хотел сказать, точнее отметить, что те типы людей, о которых вы говорите среди молодежи, кто хочет работать, кто не хочет, эти люди были всегда, но просто разное было, скажем так, соотношение этих людей. За себя и своих знакомых могу сказать, что, например, вот мне сейчас 25 лет, я не так давно закончил институт, я физик, но работаю сейчас с программным ПО. До этого я с третьего курса уже начал работать в государственном НИИ. И я точно помню, что я был очень мотивирован для того, чтобы начать работать как можно раньше, чтобы к концу института я уже мог похвастаться своим опытом. А большинство студентов сейчас, и в том числе из-за большого количества институтов различных, и, скажем так, шарак, они проживают эти там 4-5 лет в институте как некий такой отдых от школы, куда нужно просто отходить. Да, Артем, абсолютно согласен, что это такое затянувшиеся каникулы такие между школой и настоящей жизнью. Да, я вот, например, ну не реклама, да, я учился в МИФИ, когда это был более сильный институт, чем сейчас, допустим, насколько я знаю, ну там была мотивация там как бы не вылететь, если ты на, если ты занимаешься реальной физикой, вот. Соответственно, раздолбайничать там не получится, вот. И после этого я понял, что это школа, которую я прошел, и самое главное, я отучился в госструктуре, где я 4 года проработал без повышения, ну, все-таки перспектив там мало. После этого я понял, что я готов к многому, и самое интересное, вот вы понимаете, что сейчас на работу я пришел в 8, и только 20 минут назад я отсюда вышел. Ну да, понятно. Конечно, я мотивируюсь зарплатой, но больше всего это то, что есть люди и вокруг меня, моего возраста, то есть это персонала, там, ну, человек, наверное, больше 50%. Ясно. Артем, спасибо. Спасибо. Побольше бы, да, таких. Ну, вы знаете, вот мне кажется, что все наши звонящие, в любом случае, люди с активной жизненной позицией, они говорят о себе, говорят горячо, заинтересованы тем, кто их заокружает, но с другой стороны, вот я не могу не привести цифры, которые меня шокировали сейчас, когда я готовился к этому эфиру. Вот хедхантинговое агентство Kelly Services. 74% россиян ненавидит свою работу. Вот я не знаю, как жить цифры. Нет, конечно. Фонд общественного мнения. 43% россиян готовы бросить нынешнюю работу, но не ради другой, а чтобы заниматься домом и развлекаться. Вот. Ну, вот. Ну, опять же, мы говорим россияне-россияне, но я уверен, что это общий мировой тренд. То есть это не российская специфика в данном случае. Значит, вот мы... Да, ну, мы сидим в России, мы говорим о России, нам наши проблемы решать самим, но мне кажется, все-таки у нас осложняется тем, что институциональная структура. Как предпринимательство, да? Ведь об этом вообще речи не шло. Если у тебя есть возможность сделать свой бизнес, свой стартап, господи, ты вообще будешь работать там 24 часа в сутки. Тоже не совсем верно, потому что вот у нас нет легкого предпринимательства, там, скажем, в американском понимании этого слова. Да, даже немецком хотя бы, малого бизнеса. У нас есть масса других преимуществ, как мы, да? То есть вот у них легко начать делать бизнес, тебя никто не кошмарит, что называется. Ну, зато настолько дикая конкуренция, что просто некуда тебе влезть. Нужно быть себе пядей во лбу и гением, чтобы придумать что-то новое. А у нас можно, да, там, все через одно место происходит, но зато ты можешь делать все, что угодно. Можешь. Но почему-то не делают, когда сейчас... Делают, и, в общем, вот примеров быстрого роста каких-то... Сейчас не берем Газпромы, да? Но у нас появилось огромное количество новых бизнесов в сложных условиях, как бы, но они из ничего, как бы, стали не гигантами, но вышли на уровень среднего бизнеса, это компании с миллионными, там, с десятками миллионов долларов оборотов. И чтобы такое сделать в какой-нибудь Голландии, это вообще непредставимо. Алексей, да мы возвращаемся к той же самой проблеме, у нас очень низкая конкуренция, у нас низкая конкуренция за все, это сильно искажает рынок, то есть у нас проблема а с институтами, б с рынком. Рассказываю небольшой пример, буквально, буквально в две секунды. Недавно, недавно у меня, как у человека, который вовлечен в медиамир, было несколько вакансий, которые я хотел предложить студентам, обе, все практически на 35-40 тысяч рублей, они таки остались незакрытыми, никто не хочет. Ну да, вот очень простой пример, с моей стороны пример, тоже выпускница, такая знакомая знакомых, звезд с неба не хватало, девушка, устроилась зато по протекции, или уж там не протекции, в Олимпстрой, или как там, она там, ивент-менеджер. Девушке сходу зарплата 150 тысяч рублей. Вот, и вот когда люди видят такое, я думаю, что они, в общем-то, сидят и ждут своего Олимпстроя, следующего Сочи, следующего чемпионата мира по футболу, который позволит, ну, собственно, парадоксы рентной экономики. Я думаю, мы вернулись к тому, с чему начали. Ну, что ж, благодарю вас за участие в этом эфире. Это преподаватель факультета журналистики МГУ Андрей Вырковский, кафедра экономической истологии высшей школы экономики доцент Денис Требков, президент компании superjob.ru Алексей Захаров. Ну, а нам всем напомню, помните старое советское, какая мы притворяемся, что мы работаем, а не притворяется, что они платят нам. Ну, так вот, давайте не воспроизводить старые советские стереотипы, у нас прекрасное, умное, образованное население, надо просто улучшить институты, и мы будем все лучше работать. Программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.